Вот, если видите, максимально сохранено все природное. Классический каркасный дом получили мы дом A-Frame. И вы думаете, что на участке только один хостблок? Ничего подобного. Здесь все спланировано, учитывая принцип необходимой достаточности. Такая мягкая зона. Это диваны, где можно расположиться. Посмотрите, какой вид из окна. Мечта ваша сбылась? Максимально, на 100%. Всем привет! Строительная компания Плотников. Максим, по пейзажу за моей спиной вы наверняка уже поняли, что мы находимся не в Новосибирске. Это действительно так. Мы в Республике Алтай. И сегодня в обзоре покажем вам самый необычный на текущий момент наш проект. Это Дом-гора. Полтора года назад к нам обратилась заказчица с достаточно стандартным заданием строительства загородного дома, но в очень нестандартном месте. Вот как раз тогда мы познакомились с селом Тюнгур, где сейчас мы находимся. Это Республика Алтай от Новосибирска, где находимся мы постоянно. Это около 900 километров. 12 часов пути на машине. Очень крутое место здесь по прямой до Белухи. Это самая высокая гора на Алтае. Там 4,5 тысячи метров. 50 километров. То есть из этого села ходят в походы на эту гору. То есть здесь много достаточно туристов. Ну и при всем при этом само село небольшое. И тут такая атмосфера очень умиротворенная. Как раз единение с природой. Но при всем при этом вся эта удаленность, отрыв от цивилизации, они конечно добавили нестандартных нам задач в процессе подготовки работ и стройки этого дома. В большинстве случаев это было связано с логистикой, доставкой материалов, техникой. То, что условно близко от больших городов каких-то, в коттеджных поселках решается все просто. Здесь приходилось, естественно, побольше думать, искать какие-то решения. Но у нас все получилось. И, собственно, сейчас все мы это вам покажем. Этот проект мы реализовали совместно с Уфимским архитектурным бюро Dark Design. С главным архитектором Игорем Паличевым. С их стороны была разработка как раз таки архитектурных решений, дизайн проекта. С нашей стороны все конструктивные решения. И, естественно, соединение этого всего в одном, чтобы все, что нарисовано, можно было реализовать. Ну и, соответственно, реализация проекта полностью. Начнем мы с участка, с надворных построек и благоустройства. То есть это так же мы все выполняли. Вообще, по концепции, не было каких-то грандиозных ландшафтных работ. Вот, если видите, максимально сохранено все природное. Что дом стоит, ну, практически в чистом поле, да, здесь нет никаких привозных растений и так далее. Все максимально гармонично. Вот, по периметру участок обнесен забором. Забор сделан из лесниц, то есть это не обрезная доска. В принципе, натуральный ее цвет, она покрыта только антисептиком. Ну, вид имеет очень классный и реально природный. Вот, и как раз-таки въездная группа, основная здесь. Ну, все-таки технологии современные, без них никуда. Сделаны ворота с автоматикой. Подъехали, пультик нажали, да, все открылось. Заехали, и как раз здесь мы видим парковочное место. Можно поставить две машины, ну, при особом желании даже три. Попадая на участок, мы сразу видим самую главную композиционную интригу. Мы не видим сам дом. Вначале видно хозблок, состоящий, да, из двух частей. Дальше идет основная ось, на которой стоит у нас костровище. И потом уже мы видим сам дом. Ну, обо всем по порядку. И вот, собственно, наши хозблоки. Необходимые вещи в загородном доме, потому что всегда будет что там хранить. Хозблок из двух частей состоит. Ну, не принципиально, можно делать и один. В этой части, в этой части у нас расположен бензиновый резервный генератор. Об этом чуть позже, когда буду про инженерку рассказывать, что он здесь и зачем. А, ну, в левую часть, в принципе, вот действительно хозблок, как он есть. Все, что нужно, ну, в том числе и не нужно, можно хранить здесь. Соответственно, в каждом хозблоке есть освещение свое. Выключатель здесь, выключатель здесь. Включается освещение центральное. Да, здесь тоже интересно такой светильник сделанный. Прямой, для того, чтобы спокойно можно было пройти. Ну, и в целом, да, то есть, когда вы только-только подъехали к дому, включили. Вот, пожалуйста, здесь также прожекторик освещает парковочное место. Дальше, продолжая идти к дому, идем мы по замечательной дорожке и щебня. Естественно, на подготовленном основании с геотекстилем. Парковка, дорожки все сделаны так. И попадаем в зону костровища. Она находится как раз-таки вот посредине пути. Здесь такие замечательные пенечки. Это лиственницы. Цельные бревна, соответственно, напиленные в такой размер. Стул, стол, пожалуйста, там 10 человек, 12 можно разместить. И, соответственно, наслаждаться видом костра. И как раз-таки вот эта форма, здесь также расположены бревна в форме солнца. Всю энергию будет оно впитывать и направлять в дом. И давайте перейдем уже к самому дому. Вообще, дом, построенный в таком уникальном месте, в месте силы, должен обладать такими же мощностными характеристиками, назовем это так. На ум сразу же приходят дома из рубленого бревна. Ну, на крайний случай, из бруса. Но в этом решении мы совместно с архитекторами отказались от классической архитектуры. И тем самым получили мы дом Афрейм. На этом обзоре у нас необычен не только дом, место его расположения, но также и сам концепт обзора. Поэтому мы попросили заказчицу, владелицу этого дома, ответить нам на пару вопросов, в принципе, про это место, ну и как работалось с нами. Эльвира, добрый день. Здравствуйте. Первый вопрос, который хочется задать. Почему именно это место, горный Алтай, достаточно так далеко? И, ну, вот почему такой необычный дом? На самом деле мы 4 года назад с мужем первый раз посетили Алтай. Мы путешествовали по России. И мы добрались до Белухи. Собственно, когда приехали в Тюнгур, мы поняли, что это уникальное место. Такой красоты, такой тишины и спокойствия мы не чувствовали, не ощущали нигде, мне кажется. И как-то так вот вселенная нам послала предложение по этому участку, и мы поняли, что надо брать, не отказываться от этого, на самом деле. И когда мы думали, что мы хотим здесь построить, мы понимали, что это не должен быть какой-то урбан, суперцивилизованный, большой, из кирпича дом. То есть это такая идея больше природная, близкая такая вот к местному ландшафту, чтобы это что-то очень красиво и грамотно писалось. Ну, так оно и получилось. Собственно, да. Так оно и получилось. А вообще первый дом, второй, третий, может быть, еще больше? Нет, у нас, конечно, есть наше родовое гнездо в нашем родном городе, и это как раз-таки такой большой дом с гаражом, большой баней, с брусчаткой, все как надо. Вот, и здесь, конечно, мы этого не хотели, задача такая не стояла. То есть мы хотели здесь сделать максимально природный, оставить ландшафт и без никаких дополнительных построек, чтобы просто был вот простор. И я сейчас понимаю, что я даже деревьев не хочу на участке, чтобы не закрывать вот этот вот красивый вид. Ну, виды здесь реально классные. Но при всем при этом, чтобы дом еще был, ну, все-таки максимально пригоден для проживания, в любой момент нужно было приехать, уехать и не думать, там, где воды набрать, там, дров не принести. То есть это, конечно же, не летний какой-то домик, да, это не дача, это дом для полноценной жизни, круглогодичной полноценной жизни. То есть это настоящий дом. Конструктивно это классический каркасный дом. Все утепление здесь сделано толщиной в 200 миллиметров. Ну, по сути, здесь перекрытие и кровлю, потому что во фрейме кровля, она же и является наружными стенами, за исключением фронтонов. Фундамент. Здесь мы применили винтовые сваи. Во-первых, потому что, как в самом начале сказал, место достаточно удаленное, и там сложно привозить сюда какие-то там железобетонные конструкции, здесь их делать. А во-вторых, потому что по участку, от самой дальней точки, да, вот к воротам, есть небольшой перепад, и это в целом видно как раз по этому фасаду, да, то есть высота цоколя в этой части, и она все меньше и меньше становится к концу дома. Вдоль стены, она же кровля, мы идем, да, покрытие мягкая черепица, это очень комфортно, потому что не слышно никаких там осадков, вот здесь нет деревьев, да, то есть ничего не может падать на крышу. Но даже тот же дождь в металлической кровле, он может, ну, причинять некий дискомфорт. Вот по цоколю видно, да, насколько он стал меньше, и какой у нас перепад по участку. Вот можно на белуху слетать вот так. Прикольно. Вернемся к нашему дому. На этом фасаде, можете сказать, что это за фрейм, да, у которого не треугольный фасад. Такая архитектурная задумка со стороны главного фасада и к заднему, конек у нас идет под углом, под скос. По окнам. Если на главном фасаде, да, у нас установлены окна века, ну, стандартные, стандартного решения, то на боковых частях, так как это является кровлей, то обычное окно сюда уже не поставишь. Соответственно, здесь у нас стоят мансардные окна, и это еще стоят окна VELUX. Сейчас этот производитель с рынка нашего уже ушел, но есть другие, также там по мансардным окнам замены. Вот. Ну, а здесь у нас получается такой эксклюзив, конкретно на этом доме. С задней стороны дома у нас также есть еще одно крылечко. Если там это основная терраса, то здесь это технический вход, и вход здесь ведет как раз-таки в котельную в доме. Также на заднем техническом фасаде нашем установлены наружные блоки системы кондиционирования. Три кондиционера у нас стоят в доме, и здесь же выведен еще усилитель для сети интернет. Вот. Все-таки хоть и коммуникации здесь есть, да, здесь нормальное электричество в этом селе. Ну, газ, понятно, никто сюда не доведет. Вот. Интернет также есть, но сигнал из-за гористой местности, он бывает нестабильным. Поэтому поставили вот такой усилитель. И вы думаете, что на участке только один хозблок? Ничего подобного. Вот есть еще одно строение. Вот здесь стратегически важный объект, да, это уличный туалет. Многие этим пренебрегают, но это очень удобная штука. Вам не нужно заходить в дом, разуваться, там, если дети есть и так далее, а, пожалуйста, на улице можно все дела сделать. И в этой части сделан дровник. Дрова, собственно, нужны для костровища. Дальше покажу еще внутри дома, для чего нам нужны будут дрова. Также по противоположной стороне от главного въезда на участке сделаны еще распашные ворота и калитка. В плане запасного входа какого-то, да. Ну, и в целом, если нужна будет там заезд техники какой-то на участок, там у нас уже сделано благоустройство. Здесь, пожалуйста, все что угодно может заедет. Очень актуально для участков больших размеров. Здесь порядка 19 соток и участок очень длинный. Здесь, по-моему, 70 или 75 метров он длинный. Поэтому, ну, удобно, когда можно заходить, заезжать с двух сторон. Еще про фасады, про материалы. Здесь на террасе, то есть что на основной террасе, что на технической, это лиственница, террасная доска. На фасаде также планкен из лиственницы. Причем он только обработан антисептиком, он ничем не покрашенный, для того, чтобы подчеркнуть максимальную натуральность, максимальное единение с природой, единение этого дома. И еще, кстати, вот на техническом фасаде сделан летний водопровод. Вывод, соответственно, подключили шланг. Пожалуйста, полить можно, воды какой-то набрать, все без проблем. Вокруг дома, по аналогии, да, с тропинками на участке, сделана отмостка. Она также щебенчатая. На кровле, если отсюда будет видно, оператор, наверное, покажет у нас. Это кровельные аэраторы, мягкой кровли всегда они делаются. И также видно вентиляционные проходки. И, соответственно, основной вход в дом. Казалось бы, да, мы заходили там через террасу, но нет. Основная входная группа сделана у нас сбоку. Сейчас покажу одну фишку вам. На входной группе здесь и на террасе установлены рольставни. Для защиты, да, от каких-то неправомерных попыток, да, там, попасть в дом. Ну и также, если мы говорим про это крылечко, на зиму уезжаете, закрывается это крыльцо, чтобы, ну, просто не было там большого количества снега. Рольставни подняли, спокойно в дом заходите, уже там ничего не нужно очищать. В самом начале, когда, ну, вот решили здесь, да, строить дом, как выбирали подрядчика, там, на что внимание обращали и, ну, вот почему к нам вы в итоге пришли? Хороший вопрос, на самом деле, да, потому что сама я живу в 2000 километрах от этого места, и когда же, когда стал этот вопрос, ну, куда я полезла? Я пошла в интернет, да, и начала искать, собственно, компании из близлежащих городов, то есть это Барнаул, это Новосибирск, это, может быть, Горно-Алтайск. И когда я начала писать запросы, собственно, вот от ваших коллег я получила один из самых первых ответов и, собственно, самые такой исчерпывающие ответы, поэтому выбор, в принципе, стал очевиден. Но и немаловажный фактор, на самом деле, был то, что у вас профессионально вы ведете страницу в Инстаграм, Ютуб-канал, и, на самом деле, это подкупает, когда люди не боятся показывать свое лицо и говорить, вот мы такие, и мы вот это делаем, да, то есть это значит, что вы отвечаете за ваш результат, вот, и вам за него не стыдно. Добро пожаловать в дом. Как уже говорил, основная входная группа сделана с этой стороны, и попадаем мы в тамбур. Тамбур небольшой, в принципе, нужен он как раз-таки для зимы, чтобы у нас не попадало много холодного воздуха в дом, что может происходить, да, если мы будем заходить через террасу. И плюс также это пыль, грязь и всякие подобные штуки, чтобы это не расстаскивалось по всему дому. Здесь зашли, разулись, поставили обувь и дальше уже по дому передвигаемся. Как раз-таки вот этот тамбур, да, входная группа разделяет дом на условные две части, то есть по правой руке сейчас эта зона живая, и по левую это зона техническая. За этой дверью у нас котельная, давайте с нее и начнем. Здесь разместили мы все необходимое оборудование. Отопление в доме от электрического котла, электрикотел на 24 кВт. Как уже говорил, газа здесь нет, ну и не предвидится. По первому этажу по всей площади сделаны водяные теплые полы. В тамбуре дополнительно еще есть радиатор. И на втором этаже сделаны радиаторы для отопления именно вот такого большого объема дома. То есть сам дом, он порядка 180 квадратных метров, не маленький. Далее бойлер на горячую воду. Бойлер у нас работает от котла отопления. За мной все, что связано с водопроводом. Здесь у нас идет ввод воды. Скважина на участке, наверное, была сделана индивидуальная. Центрального водопровода нет здесь в поселке. И, соответственно, здесь стоит все оборудование автоматики. Дальше это все проходит у нас систему водоподготовки. И уже расходится по потребителям, систему отопления и дальше. В этом углу все, что связано с электричеством. Здесь электрические щитки. Здесь также стоит щеточек на модуль управления котлом. То есть котел управляется с телефона. Очень актуально. Также стоит стабилизатор напряжения. Он же источник бесперебойного питания. Вот с этими как раз-таки аккумуляторами. К нему они идут. К нему подключены насосы отопления. К нему подключены дежурные розетки, холодильник, Wi-Fi. На случай отключения электричества. Плюсом также стоит система АВР. И в хостблоке, в самом начале я рассказывал, там у нас стоит бензиновый генератор. То есть, соответственно, отключается электричество. Срабатывает система АВР. Включается бензиновый генератор. Пока электричества нет, то же самое работает от генератора. Также на случай каких-то экстренных ситуаций установлены у нас датчики протечки с перекрытием вода, воды. Они в санузле, в котельной расположены. То есть, если вдруг какая-то утечка, вод перекрывается. И вот как раз над входом шкаф с оборудованием для видеонаблюдения. То есть, по дому установлены камеры. Также установлены камеры по участку. И одна из камер управлена на белуху. Можно в любой момент посмотреть, что там с горой-то на месте ли она. Как говорил снаружи дома, когда мы были, отдельный вход сделан в котельную. Сделан он для чего? Дом формат загородного имеет. И, соответственно, за домом кто-то, скорее всего, будет приглядывать, обслуживать его. Проходить, проверять тут, что там с оборудованием и так далее. И, соответственно, чтобы инженер у вас не ходил по всему дому, делается отдельный вход. Там можно даже выдать ключ сразу же, если это один человек. Либо наш инженер это будет конкретно делать. Соответственно, приехали, спокойно здесь зашли, посмотрели. Также здесь стоит стиральная машина. И сделана техническая раковина. С улицы вы пришли, что-то принесли, можно беспокойно помыть руки, что-то другое помыть. Уже не перемещает в основной дом. Возвращаемся в прихожую из котельной. С правой стороны, ну, естественно, прямо, как мы заходим в дом, здесь сделан шкаф. Дверца раз. И дверца два. Места достаточно. В принципе, можно одежду, обувь, все это здесь расположить. Идем дальше. Здесь основной санузел. Санузел в доме один. Вообще, дом предполагается для посещения эпизодического. То есть, это не постоянное проживание. По наполнению он полностью пригоден для этого, в случае чего можно сюда и переехать. Но изначально задание было именно как дом выходного дня. Поэтому здесь все спланировано так, учитывая принцип необходимой достаточности. В санузле все у нас в целом стандартно. Здесь видим унитаз. Сделан гигиенический душ. То есть, в котельной у нас это все выводы сделано. Регулируется, соответственно, сама душевая. Ну, не кабина, а зона. Со стеклянной перегородочкой. Сделан уклон. Все с плиткой, с трапиком. И также в санузле вот у нас находится датчик протечки. Здесь он без второго одной. И точно такой же лежит у нас в кухне-гостиной под мойкой. С этой стороны раковина, зеркало, подсветочка. Светит. Все диодное. Здесь блоки также в котельной выведены. Ну, и, соответственно, шкафчик для разнообразных банных принадлежностей. Пойдемте дальше. Также на первом этаже есть помещение у нас спальня. Спальня гостевая. Она по площади порядка 10 квадратных метров на 2 места. Вот в целом дом рассчитан на одновременное расположение 7 человек. Ну, до 10 здесь расположиться вообще можно без проблем. Соответственно, вот у меня у нас мансардные окна. Глюкс. Они открываются. То есть спокойно можно открыть, проветрить, насладиться свежим воздухом и также закрываться. И еще одна из фишек. Здесь есть клапан такой, удвигается, для зимнего проветривания. То есть когда окно полностью не открыто, но свежий воздух здесь все равно он будет поступать. И над дверью висит блок кондиционера. Кондиционеры в доме стоят в жилых комнатах. Пойдемте дальше. И дальше проходим в основное помещение первого этажа. И в принципе дома. Это кухня-гостиная. С этой стороны у нас зона кухни. То есть рабочая поверхность. Мойка со смесителем. Все это установлено. Также дополнительное освещение. Встроенный холодильник. Вытяжка, варочная панель, духовой шкаф. Все, что нужно, чтобы готовить, разогревать, принимать гостей и жить в этом доме. Сейчас немножко расскажу про водилку. Что здесь вообще применялось. В целом, так как дом расположен достаточно удаленно от цивилизации, от каких-то ремонтных бригад, отделочных. От нас, в том числе, в отделке выбирали материалы максимально неприхотливые. Таким образом, на стенах и потолке во всем доме используется березовая фанера. Здесь покрыта она, ну, таким, можно сказать, естественным оттенком дерева. А части вот эти покрыты уже полностью серой краской. На полу, по всему первому этажу, используется керамогранит. Так как здесь теплый пол, да, чтобы это нормально все работало. На втором этаже на полу ламинат. Там теплого пола нет, соответственно, без проблем можно использовать и ламинат. Дальше по зонированию. От кухни попадаем в зону обеденную, столовую. Здесь предполагается стол, стулья. Ну, соответственно, все для приема пищи. И, соответственно, часть противоположная. Это как раз-таки мягкая зона. То есть это диваны, где можно расположиться, да, и смотреть, соответственно, в окошках панорамное на прекрасный вид. Ну, либо вот на вот эту печку камин, как там будут гореть дрова. Вообще интерьер в гостиной выполнен хоть и в спокойном, но в очень интересном современном стиле. То есть вот уже у нас есть печь-камин. Дальше по потолку видно, да, как обыграны вот эти конструктивные балки. И, соответственно, добавлены еще балки декоративные, чтобы это все смотрелось единым целым. Ну, и, естественно, это панорамное окно с выходом на террасу. И давайте поднимемся на второй этаж, посмотрим, что там. Пока поднимаемся, можно оценить вот эту подсветку. Как раз подчеркивает неровные стены в доме. В процессе стройки, как вот именно процесс сам проходил, потому что у многих есть, ну, и предупреждение. У кого-то, возможно, опыт уже был, что стройка это, ну, что-то прям, ну, вот есть ремонт в доме, да, когда там люди там... Да, это стресс и вот ремонт, а стройка, это вообще там чуть ли не там семьи рушится, все переделывается. Тем более, что это не первый ваш дом, вот в сравнении с предыдущими стройками, вообще, как вам процесс сам? Процесс, на самом деле, был просто супер, когда мы начали подписывать договор, и мне Максим сказал, что, Эльвира, мы сделаем вот в такой-то срок, условно, мы там договаривались на 9 или 10 месяцев. Ну, где-то тогда было. Да, и я, конечно, подписала, но я скептически, я уже бывалый строитель, я понимаю, ну, наверное, да. Да, вот, но когда, на самом деле, через 10 месяцев у меня стоял готовый дом, добавилось буквально пару месяцев на внутреннюю отделку, о чем мы с вами просто не договаривались, и в процессе уже, да, предаворы, мы пришли к тому, что вы еще нам делали внутреннюю отделку. Реально все в срок, без каких-либо промедлений и так далее, поэтому здесь никаких стрессов не было. И мне очень понравился ваш подход в том смысле, что у нас была группа в Телеграм-канале, каждую неделю мне скидывался видеоотчет, фотоотчет, я отправляла все свои вопросы, и в этом Телеграм-канале у нас было, я так понимаю, ваше руководство, ваши главные прорабы, да, которые все это видели, сами тоже это контролировали, конечно, это супер. Все люди, кто задействован в проекте, это и менеджер проекта, и прораб, и главный инженер, и руководитель, ну, то есть на любой вопрос можно получить ответ, и всю информацию мы всегда доводим. Прямо максимально онлайн. На втором этаже у нас два основных помещения, это две спальни, но также пространство лестничного холла используется, то есть здесь у нас есть шкафы, потому что мест для хранения в доме мало не бывает. Над лестницей есть окно, для того, чтобы в дневное время вам не приходилось включать свет, и было естественное освещение лестничного марша. Посмотрим спальню номер один. Эта спальня тоже как гостевая, либо для детей, соответственно, два спальных места, также есть окно, стоит кондиционер, и здесь, ну, также там вот можно закрыть шторкой, оповещение, как кладовая, гардеробная, как угодно, это можно назвать, в общем, для хранения вещей. И здесь же, вот видно, как раз стоят радиаторы отопления для поддержания тепла в доме. И основная спальня дома, хозяйская спальня. Пойдемте посмотрим ее. Здесь уже как раз двуспальная кровать, также прикроватная тумба, но основная фишка, точнее, во-первых, это высота потолков, а второе, посмотрите, какой вид из окна. Вот это конкретно спальня, то есть, как видно, здесь нет ничего лишнего. Вот в отделочных решениях все аналогично всему дому, никаких тут нет изменений. Вот также есть кондиционер для более комфортного климата, и вместо радиатора здесь стоит внутрипольный конвектор, потому что расстояние от пола до окна небольшое, ну и чтобы лишних никаких не было здесь, там, предметов на стенах. На втором этаже все, но у нас осталась еще одна дверь. Пойдемте посмотрим, что мы за ней скрыли. Открываем, попадаем в раздевалку. А дальше... В этом доме есть своя баня. То есть, как мы видели, по участку никаких дополнительных банных строений нет, но для загородного дома это, ну, одна из таких нужных вещей. Соответственно, здесь мы попадаем в помещение раздевалку, есть крючочки, шкафчики и сама топка для того, чтобы нагреть наше парное помещение. Как видите, отсюда здесь есть еще одна дверь, то есть, эта дверь, она ведет в котельную. И как раз-таки дверь в котельной с улицы позволяет нам заносить сюда дрова, минуя основной дом, то есть, не будет никакого мусора, грязи и так далее. Вот отсюда попадаем мы в душевую. Но она небольшая, все стандартно, так же в плитке. Попарились, вышли, окупнулись. И, соответственно, сама парная. Парная достаточно большая. Сейчас даже вот на моем фоне можно будет оценить размеры. В принципе, здесь мы в четвером, в пятером даже можно спокойно покреться. Вот и в этом углу стоит печь. Печь с достаточно таким большим запасом, с разными режимами парения, и хотите сауну, хотите русскую баню. Вот, в целом, это помещение позволяет сделать. И вот мы с вами на основной террасе дома. Здесь 22 квадратных метра. Места достаточно много, плюс выносы кровли большие. Соответственно, можно даже и в плохую погоду здесь находиться, поставить стул, столик и наслаждаться прекрасными видами. Этот дом мы закончили, сдали его заказчикам. Но из Тюнгура пока мы и не уезжаем. Потому что буквально через пару участков у нас в работе уже следующий проект. Быстренько давайте посмотрим, что там. И здесь будет дом по проекту мини. Это уже типовое наше решение. Также делаем забор на участке. Дом будет сдаваться также в комплектации под ключ, чтобы заказчики могли сразу заехать уже и жить. Когда мы только начинали, было непонятно, что это за местность, территория, как сюда доезжать. Ну, в принципе, все решили благополучно. Вот, как видим, дом у нас получился. Потому что это самая крайняя деревня республики Алтай. Сюда здесь плохая дорога, плохая доступность. Ты не сбегаешь в соседний магазин, ты не купишь никакой шурупчик, если тебе чего-то не хватит. И изначально, когда мы с вами заходили в этот проект, я вам все сразу это проговорила и сказала, ребята, вот смета, вот ни копейки больше. Ну, собственно, так оно и получилось. Ну, так и получилось, да. Ну, кроме того, что мы то, что согласовывали дополнительно, какие-то увеличения комплектации, назовем это так. Совершенно верно. Все остальное, да, у нас так и осталось. Ну, мы, в принципе, всегда так и работаем. Как считаете, стоимость наших работ, ну, конкретно дома, она, ну, оправдана результатом? Вот этим что получилось? Вы знаете, в моем случае я тоже предприниматель, и я очень ценю время. Мне вот эта вот тема строить 2, 3, 5 лет, я вот сэкономлю вот здесь вот чуть-чуть, это вообще не про меня, я лучше за это время деньги заработаю. Вот если мы берем, вот он результат, вот он срок, и вот эта цена, это полностью ответила моим запросам. То есть это все вот прям вот легло, потому что, да, я понимаю, что, может быть, в среднем где-то по рынку было чуть-чуть подороже, но, учитывая, что за весь процесс я не была здесь ни разу, я вот приехала с чемоданом и заселила, да, то есть и вы закрыли все вопросы на каждом этапе, то я готова, да. У вас очень хорошая цена. Супер. Мечта ваша сбывать? Максимально, на 100%. Я вообще, ребят, я так счастлива. Просто вот, просто пушка и бомба, на самом деле. Еще и сегодня поспала в нем. Это просто замечательно, да. Левир, еще бы один дом с нами построили? Ну, однозначно, да. Однозначно. Супер. Из-за достаточно необычной архитектуры, а фрейм в таком видовом месте смотрится гораздо выигрышнее, чем дома с архитектурой традиционной. Конкретно этот дом также за счет больших панорамных окон, за счет удачного внедрения его в окружающий ландшафт и то благоустройство, которое есть на участке. Он создает атмосферу уютного, безопасного жилища, в которое хочется приезжать очень много раз. Ну и по традиции, пишите ваши комментарии, что вы скажете о такой архитектуре, об архитектуре афрейма, как вам внутренние решения дизайнерские в этом доме, инженерные, благоустройства, и в целом, что вы думаете про горный Алтай. Всем пока!